Засвидетельствовать о Боге, показываем книгу книг «Откровение Божие». У нас есть очень большой видеоканал, называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Там у нас 15200 роликов. Ясно. У нас на корабле батюшка приходит. Ну вот. Понимаете, да, чем занимаюсь? Не знаю я, чем занимаетесь. Я был тоже в морфлоте служил. Вот именно. А потом уже после армии на Балтике плавал. Нет, тихий океан. А это море, знаете, как болезнь какая. Вот когда сошел на берег, улицы, кажется, тебя жмут. Не хватает просторов. Все время перед глазами стоишь за штурвалом, если тем более. Такой обзор, и вдруг никуда. Как-то неуютно. Не, мы под водой и ходим. Мы рассказываем о Боге, о вечности людям, потому что здесь, в этой рулетке, всякие мерзости творят. Это как Содом. Раздеты, блудят. И мы им считаем из Библии Псалтырь, Евангелие. Вот мы строим деревню православную с нуля, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Понял, понял. Молодцы. Ладно, удачи вам. До свидания. Ну, вот так. Если по скайпу пожелаете поговорить, Игнатий Лапкин, зарядите, я один. С этой фамилией, с Богом было. Я не включил. Так, я немножко еще переговорю с вами. У вас дома-то Библия есть? Кто с вас хрест? А у вас, в случае, на Ютубе канала нету? Есть. Я смотрел ваш канал, кстати. Ну, вот видите, как хорошо. А мы пришли сюда, в это место тьмы, мрака и заблуждения, блудодеяния, рассказать о Боге. Я читаю Псалтырь, Евангелие. Кое-кто тут одумается, может быть. Ну, а что вы имеете в виду вообще? Ну, вы пришли, да, вот в это раз. Ну, а как здесь, что делает, так делает. Половина мужиков раздетая, блудит открыто. Показывает, что не надо показывать. Что ж тут не быть-то? К больным людям можно прийти. А вы давно смотрите на нашем канале? Да нет, я как-то случайно попадал, смотрел ваши видео. У вас там деревня какая-то, да? Да, мы деревню строим православную. То есть у вас все так исконно русское такое, да? Исконно, да, на старинных благочестивых русских обычаях, христианских. Так написано в уставе, который зарегистрирован в Краевом отделе юстиции. Вот христианство, да? Православие, православие. Мы первым делом храм построили. Брат у меня священник, протеерей. Ему 40 лет, как в священном сане. А изначально вообще на Руси вера-то какая была? Ну, изначально какая? С какого времени считать? До князя Владимира или до него? До князя, да. Ну, до него было иезчество. Иезчество. А как вы относитесь к иезчеству, допустим? Ну, как Библия относится, как заблуждение бесовское наваждение. Верить в силы природы. Одни солнцу кланятся, другие луны. А Творец, который создал, то он выше их. Бог сотворил. Творец конкретно. Творец Бог. Господь Бог. Бог. Вот люди по-разному называют. Но тот Господь, который сотворил всё. Вот мы спросим, а письменные какие-то свидетельства есть? Вот, допустим, если вы будете говорить с мусульманами, они покажут вот эту книгу. Вот. А они покажут. Почему? Потому что она написана у них. И написана она 1300 лет назад. А наша книга 3600 лет назад. Она писалась почти 1600 лет. 40 авторов. Написано. Писали в Библии святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. А то переписки там потерялось, ничего не потерялось. Они даже не знают, как переписывалась Библия евреям. Он строчку должен написать переписчик и посчитать буквы, и поставить сколько букв, а передать им, с которой списывает и там указано. Одна буква, потеря. Если замещали в трех местах ошибки, весь свиток уничтожался. Очень-очень серьезно относились. Какие чернила. Мне вот почему-то кажется, что вера христианства была навязана. Да, потому что не учили, ничего тут такого нет. Это действительно так. Это же, скорее всего, из-за Владимира произошло. Да. Да он какой был? У него 2000 наложниц было. Пьяница. А тут пошел воевать Корсунь. Затребовал два молодые царя. Два молодые, называется, Василиска. А их сестра, она была Иннокиня. Он затребовал ее. Иначе разорю. Ну и крещение там принял. Там ничего, Евангелия-то не было. Ну, правда, приехали с ними пископ Михаил. Привезли-то мешки, сундуки Ладаны. Пошли в горы копать. А Слово Божие говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Человека надо убедить. Вот меня когда судили за Слово Божие, меня он записывает, а я ему говорю, следователь. И следователь обратился. Следователь. Начальник тюрьмы не раз меня вызывал. Полковник умер по-христиански. Один исследователь КГБ обратился, священником стал. Это Бог делает. Человеку это невозможно. Вот я с вами говорю. Откуда я знаю, вы принимаете, не принимаете? А там я как кролик перед ним сижу. А когда в тюрьме был, в лагере был, так там утром меня спрашивают, можно мы с вами будем молиться? Вы вчера ночью молились, семь человек становились сзади. Уголовники. Бог касается сердца. Каждый вечер с восьми до десяти я проповедовал там. Дверь открывалась, охранники у дверей стояли. Мне есть что вспомнить, как благодать Божия покрывала меня. А тут не амнистия, а помилование вышло президентом Верховного Совета СССР в 87-м году, 15-го марта. И нас 210 политзаключенных всех выпустили. У нас политическая статья были, да? Да, 190 прим. А вторая, более грозная, была 70. Ну там другое, против строя. А тут они веру не в том месте молились там или что-то еще. Где-то я распространил Евангелие. Ну меня-то было за что? То есть в советское время к вере относились как бы плохо? Предвзято сказать так. Ложно. А при Сталине вообще тюрьмы забиты были и умирали там. Тут-то полегче уже было. А почему Сталин так относился? Ну, знаете, причины несколько. Во-первых, как говорят, конкурент. Он сам-то в семинарии учился когда-то. Ну и им надо было идею, чтобы никто не верил в коммунизм. Так. Извините, пожалуйста, сейчас я это... Уже. Хорошо. Так, сейчас, минутку, минутку, минутку. Я не могу разговаривать здесь. Вы зайдите по скайпу. По скайпу, я сейчас разговариваю, минут через тридцать зайдите. И дайте знать, что вы со мной разговаривали, чтобы я принял вас. Да у меня тут целая очередь. Все, с Богом пока. С Богом. Я не обещаю, не обещаю, спасибо. Звоните по скайпу, только по скайпу. Игнатий Лапкин, забейте. Все. Смотрят канал, из канала. Только сколько людей Бог находит. Канал-то у нас огромный, 15200 роликов. Это тысяч. Мы вот, миссионерская поездка была у нас. Господь благословил меня издать книги. У меня 38 томов вышло книг. И семь еще в бумажном варианте. Они все на сайте на нашем. Сайт также Игнатий Лапкин. Там во сайте Библии сайт через гугл. Вы найдете. И там все книги. И семь в интернетной версии еще дополнительно. Четыре тома по 800 страниц стихи. А вы пишете про что? Про все, что вижу. Вот. Господь полагает на сердце. Я молюсь когда. Но молюсь еще. Мы молимся. Правила. И сто поклон. Это сотка называется. Щетки. И в это время. Во время молитвы. У меня как мысль какая-то. Я не могу сказать. Я не вижу ничего. И как мысль. У меня карандаш лежит. Я сразу записал первые строчки. Первые строчки. Помолился. И дальше пишу. 3467 стихотворений. По 9 куплетов. Четырехстрочных. Это 7 пачек. Которые продаются. Бумага. И ни одной по марке нету. Все как с чистого листа написано. Так не бывает. Вот у Пушкина смотришь. Она зачеркнула слово. Другое. Важнее. Но у меня этого вообще не было. И примерно 76 стихотворений. Положено на музыку. И исполняются. Песнопением. А я не гуманитарное образование. Ничего. Я просто верю. Молюсь. И Господь так вот делает. Вот. Но я на корабле работал. В армии служил во плоти. И тут тоже. Если у вас не в тягость будет. Вот стихотворения. Такое. Мы в шторм попали. А кроме того. Волна бьет с одной стороны. И лед. И корабль кренится. И его не обдолбить ничего нельзя. И корабль опрокидывается. Ну небольшой. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Сметение росло. Но раздался в дух голос. И всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасти. Виден плавник. Как туша убитого кем-то финвала. Корабль под ударами сник. Остались минуты. А дальше. Развязка. Объятие холодной волны. Над пропастью мглы. С ледяной повязкой. О чем бы подумали мы. Наверное лица родных и знакомых. Мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани. На жутком изломе. На вечно девятой волне. И последний куплет. Когда мой корабль опрокинет пучина. А рот поперхнется волной. Дай боже. Чтоб к небу своей кончиной. Других я увлек за собой. Красиво. Красиво. Ну это одно. А там у меня и про смерти. Про проповеди. Ну любая тема. Окно у меня. Про окно написано. Дверь. Про дверь написано. И взято все это. В аллегорической форме. Как назвать. Экстраполяция событий. Издалека на сегодня. И к конкретному. Кто считает. Я не приписываю ни одного стихотворения себе. Это Господь давал. Это невозможно. Я сегодня смотрю назад. Считаю стихотворение свое. Я первый раз как будто вижу. Там такой смысл заложен. Вот у меня как бы биографическое. Такое стихотворение. Я обращаюсь как бы к слушателям. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки. Но сплошная жизнь. На выходе и в ходе. За обедом. Стреляют точно в лоб. И давят только вниз. Задача выжить. И ни одной победы. Хотя, как знать. Когда я ускользну. Петля и яд меня не захватили. Враг не достал. Истратил всю казну. Уверенность пожег. В истерике. В бессилии. Их измотало. В горных перевалах. Там след моей ступнини распетлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам. Исследует святых. О ком я насчитал. Мой бег. Мое убежище с Давидом. За мной доик. Бешеный Саул. Они разведали. Что ем я мед акриды. А штаб квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками. С биноклями. В машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле. Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Классно. Ладно, мне пора. Вы извините. Ну, ничего, заходите на сайт, на ютуб. Да, я смотрю. Да, и по скайпу можете зайти с Богом. Поверяйте. Воскрес. Эй, бёд, Христос, какая христос какая разница? Это такая. Что? Отвечает воистину воскрес. Пасхальный день сейчас. Приветствие такое. Неделю назад мы Пасху справляли. И сорок дней будем приветствовать друг друга. Христос воскрес. Как салям алейкум. Конкретно. Он умер за наши грехи. И воскрес для нашего оправдания. И мы показываем. Вот это священная книга, которая нам обо всем этом рассказывает. Это, это, это не про, это не книга, ничего. Это нол. А, нол. Да не скажи. Это всё написано. Уже 3600 лет. Это самый древний памятник. Я понял. У нас есть Коран. О, Коран. Может быть этот? Это Коран. Открой внутри. Внутри открою. Внутри, внутри. Нет. Это не Коран. Это не Коран. Это не Коран. А что это такое? Коран. Коран сзади написано. Сзади написано, чтобы там по-арабски написано. Ну так перевод это делает все книг. Ну это перевод. Это фаршивый перевод. А вы сколько переводов знаете? У нас читаем по-арабски, а не... Вот это вот. Смотрите, 165 человек уже я расспросил. Ни один не может прочитать ни одного слова по-арабски. Наши православные тоже не могут читать по-старкам на славянский. Стоят как столбы. Всё переводится. Клинописные даже... Ну, слушай, переводится, я знаю. Просто по-арабски это другое. Это ничего другого нет. Ты любое слово по-арабски должен переводить, чтобы я говорю, я не понимаю, вы меня должны переводить. А перевод это самый лучший. Я не где-то доставал, а... Йеменск. Перевод это не... Перевод это знаешь, ты о чём это. Ну что это за такое? У нас вот оно на еврейском написано. На еврейском. На греческом. И всё переведено. Синодальный перевод. 1876 года. Как так? Да. Переводили 4 духовные академии. С огромными знаниями люди были. Это лучший перевод мировой практики. А это всё переведено. И Коран переведён, и веды языческие, и Кармар. Всё есть на русском языке. Ну, может, они переведены, я не знаю. Но я вам говорю, я был не где-то, мы когда миссионерская поездка, ночевали в доме у Муллы, в Баку. И у них Коран этот, и ни один не сказал, что неправильно переведённый. Никто. И они сами считают на русском языке. Ну, я не знаю, кто это переводил, кто-то сделал. Ну, я не знаю, правильно, неправильно. Правильно, правильно, уже проверено, проверено. Правильно, у нас здесь много мусульман, мы живём в Барнауле, и у них большая мечеть. Я с ними разговариваю, когда, ну, у нас принято на арабский, но никто не знает. Никто не знает, никого нету. А я учился, говорит, что, ну, я тоже учил японский язык, а что я знаю-то? С 5 на 10. А переводили знатоки, большие знания у них были. Христос умер и воскрес, за наши грехи он воскрес. Умер. А тут написано, что он не умер. Ну, это ваша книга. А наше написано, что он воскрес. Иисус называется. В Коране называют Иса. Вот у нас написано Авраам, а у вас написано Ибрагим. Ибрагим. У нас Соломон, а у вас написано Сулейман. Это произношение, транскрипция слова. У нас написано Мария, Дева Мария. А у вас написано Мариям. Ну, понятно, что похоже? Да, ну, Мариям, это Мариям правильно. Да, ну, правильно. Оно и так, и так неправильно. Потому что по-еврейски другое совсем слово. Вот у нас говорим Иисус. Это Мариям. Смотрите. Только Мариям. Иисус. У вас написано Иса. А это взято от евреев. Еврейское имя Ешуа. Ешуа. Откуда Иса? Откуда Иисус? А мы считаем Иисус. Нам так дали греки. Я говорю, а почему так? А в греческом алфавите буквы Ш нету. У них нет этой буквы, оказывается. Это Муса. Это Муса. А это Моисей. Муса, это Моисей. Муса. Муса, это Моисей. А Иса, это Иисус. В Коране написано. Ну, Иса, Иса, это Иисус. Что, ты не знаешь такого? Так вы никогда его не слышали, даже Коран. Иса, это Иисус. Это все знают до одного. Скажешь мусульманам, что это не так. Так они засмеют тебя. Скажут, кто ты такой? Иса. Это... Но он не наш Иисус. Это другой. Наш Иисус распятый за грехи и воскрес. А там просто так. Его Аллах вознес на небо. Так пишут. Вы по своей-то религии не знаете. Я спрашиваю, говорю, вот когда ваш Мухаммад умер-то? Ни один не может назвать. Я говорю, запомню, в 632 году от Рождества Христова. Дальше я спрашиваю, скажите, Иисус воевал когда-нибудь? Иисус Христов. Вот был у него пик, меч, не было. Все говорят, не было. А Мухаммад воевал? Да, воевал. Сколько сражений было? Никто не знает. Я говорю, 72 сражения провел он. 72. И только два были оборонительные. У вас какая профессия? У меня профессия пенсионер, 80 лет. А я строитель профессиональный, техник, строитель воинских зданий, гражданских. ПГС называется. Я прорабом одно время работал в органах МВД. С заключенными. Туда направили, а потом в армии. Так вы, оказывается, Коран не знаете. Постарайтесь узнать. Библию почитайте, чтобы... Даже для разговора вам это потребуется. Молодой человек. Я Коран читал, но просто это... Ну, если вы считали, скажите, что тут написано. Вот, прочитайте. Здесь, короче... Вот. Ну, понятно. Здесь на экран, наоборот. Как-то не могу читать. Ну, вот так. Понятно, что там написано. А вот, если вам покажу Библию, то в запятке вы прочитаете. Библия. А Библия в переводе с еврея, с греческого, означает книги и книги. Тут еще в слове Библии нет никакой тайны. Книги. Это, брат мой, можешь читать, а я это не упрекаю. Да не беда, что я вас не упрекаю, нет. Вот если бы вы понимали хорошо по-русски, вы бы на наш канал зашли, почитали. У меня там много роликов стоит. Канал, видеоканал называется, «Во свете Библии». Мы прошли шесть мусульманских республик. Я подарил им свои книги. У меня вышло 38 томов книг. Я подарил их. Мы прошли Турцию, от Владивостока до Лиссабона. 120 тысяч километров прошли. У вас борода не растет, еще молодой? Я у меня 19 лет. Ну да, молоденький. У нас все с бородами. Бороду трогать нельзя, так Господь сотворил. Бог так сотворил. У меня, я хочу борода. У меня сейчас мало вашей нету. Ну да. Уходим. Есть, но мало вашей. Ну, если у вас вопросов нету, будем прощаться. Нет, давай, не так. Все, устал от меня уже, да? Ну, с Богом. Нет, я русский хорошо не могу, блядь, с тобой. Тот.